Ну вот, не, ну как бы нормально же вам не терраформировать. Нормально, я считаю. Как ты считаешь, Марина? Да, сразу всё понятно. Да, сразу всё понятно. Не терраформировать, всё ясно. Так, давайте оборонный периметр так уж и быть. Так, станция клонирования, это про еду. Пускай комплекс это про навонять. Давайте литейный завод поставим, что ли. Тут как раз у нас титан. Будет дополнительно бонус. А где мой ксено-титан? Кстати. Я где-то строил ксено-титан? Где ксено-титан? Так, так, так. Так, знаешь, цып-цып-цып-цып-цып-цып-цыно-титан. Где-то строится. А, во, здесь! Он на следующий ход будет, представляешь? У нас у нас эти. Уже? Так, красота. Да-да-да-да-да. Так. Я, честно говоря, думал, что французы уже мертвые. Но это не меняет моих планов. Ну, нет, тут это было. Это не меняет моих планов, так или иначе. Так, а где мой поселенец? Почему так медленно двигается? Мне кажется, надо в Гонзорике просто купить нового поселенца. Короче, все, и никто не парится. Покупаем в Гонзорике поселенца. Поселенец. Все. И его туда и отправим. А этот... Ну, что-то, я не знаю. Пусть где-нибудь тут, наверное, встанет. Все, стоит. Все. Вот теперь я основываю новый аванпост. И дичайше прикрываю его своей пехотой. Придется делить эту землю обетованную, этот чудесный северный остров. Делить его с французами. Какое-то время, по крайней мере. Ну, ладно. Так, я помню про косминогу. Просто у меня везде сейчас производство. Вот, если сейчас где-нибудь обнаружится место, где я могу себе позволить построить косминога без вреда, то я, конечно, это сделаю. Ну, например, можно в столице заняться косминогом. Требуется три ксеномассы. У меня как раз есть. И требуется один интегравий. У меня как раз есть. Чуточек. Дальнобойная мощь. Ну, не, ну, охота же посмотреть. Да, конечно. Охота же посмотреть. Так. В Ньентине построился ксено-титанчик. Да, красота. Так. Построим здесь еще так же ремонтную мастерскую. И юнит ждет приказа. Это всего лишь рабочий. Я думал, что мне дадут сразу того парнишку. Вот че. Какого черта? Они встроят? Они терраформируют, блин? Мне что, самому ими управлять, что ли, придется? Вообще не круто. Я же не хочу сам управлять. Так. А че делать? Не, как отключить этот долбанный терраморфинг, ребят? Кто-нибудь знает, вот что-то точно. Производительность мирных жителей, быстрый выбор развития, отключить видеоэффект высадки. Это не то. Так. Завершение хода. Не трогать природу. Давайте не будем еще и природу трогать, что ли. Еще раз. Ну-ка, давай. И смотрим, за чем взялся теперь. Терраформирует. Создать земной ландшафт. Ну, уроды, а. Не, ну вообще, ну ты представляешь? Разграбить торговый путь может. Безобразие. О, так, кстати, погляди. Погляди на Ксено Титан, он, блин, размером с город. Ого. Реально, ты видишь, да? Вот это да. Вот ультралистка. Ты такой знаешь, как это, как King Kong на Empire State Building. Точно, точно. Только тут, как бы, King Kong на городе. Да. Ему норм вообще. Они убрали миазмы со своей территории. Постыдились бы. Так, ой, он медленный, в плане того, что мало клеток ходит. Я сейчас такой, знаешь, поставлю его рядом с их территорией. И так сразу намек понятен. И пусть боятся. Да-да-да, намек понятен сразу. Да. Мне кажется, они уже такие, догадываются. Вообще. Что их рождает. Блин. Вадим Козлов форт Барса сейчас разнесет. На следующий ход. Нужно скорее везти сюда поселенца. Скорее везти сюда поселенца. Ох, нужно, нужно. У меня операция, нафиг. Доступна модификация. О, косминог до улучшенного косминога. Либо превосходный косминог. Это интересно. Можно вручную свести с орбиты. С орбиты в любое время. Он на орбиту, прикинь, становится. Да? Похоже, да. Так я, наверное, превосходного косминога фигакнул. Хм. Ну, давайте. Превосходный косминог. Подтвердить. Все. Отлично. Тайную операцию можно провести в Храброграде. И это будет наука. Кража науки. Ну, поэтому он и косминог, наверное, я что-то так вот как бы думаю, да? Перехват в воздухе. Зачистить небо. Нанести воздушный удар. Ну, пока перехват в воздухе для авиации моей будет. Задача. А у поселенца задача занять место, на котором сейчас стоит форт Барса. Которое злой русский пытается занять. Ну, которое, точнее, планирует, очевидно, занять злой русский. Блин, я даже не знаю, что с этим рабочиком делать-то. Ну, окей, попробуем еще раз. Ты что делаешь? Дрянь-то такая. Он уже что-то терраформировал. Земной ландшафт. Ах ты ж. Какого черта, а? Я ненавижу сам управлять рабочими. Может, их поубивать всех просто? Давай поубиваем. А можно как-то заблочить эту технологию? Да вот, как бы, если бы можно было, ты понимаешь, я бы с удовольствием. Реально бы с удовольствием. Но можно только либо управлять самостоятельно. О, добавить. Они могут добавлять миазму рабочую. Ты сказала, лучше миазму добавить. Ну, бесплатно, опять же. Хоть полезно будут заняты. Какой-то проксинг. Чуть всякой ерундой. Так, а что насчет еще одного городка на северном острове? Вот что-то я думаю. Но, блин, нет. Что городить-то? Хотя можно. Вот здесь вот прямо на севере, на севере. Вот прямо на севере, на севере еще один городок основим. Пожалуй. Не факт, что получится, но почему бы не попытаться. Так, в Тюлене строим... Нефтехимический завод, что ли? Нет. Строим станцию клонирования просто-напросто. Скромненькую станцию клонирования. А в Ниентине... Интеллектуальную основу, кстати. Ее здесь нет почему-то. Очень давно. Уже могла бы появиться, но нет. Так, а я где-то ксена-осминога строю. Нет, кто-нибудь помнит вообще? Ребят. Кто помнит? А, я строю ксена-осминога в столичке. Да, в столичке строю. А здесь построим тогда посейдонечка. Я хочу быть царем морей. Царица морей. Морей. Полей. А, доделывают... Кукуруза. Кстати, может быть, здесь действительно было начато терраформирование. Царица полей. Нет, тут уже морей, асьминожка. О-о-о-о, мы красавец, ксено-титан. Вообще красавец. Укрепляемся. Так. Ну, тут просто ждем. Пока Вадим Козлов добьет форт Барса. А я займу его резко. Так, резко раз и займу. Продолжаем движение. Здоровье 31. Может быть, больше. Может быть, даже прям так больше-больше. Если я там определенные направления развития возьму. Он лес срубает, потому что он начал это делать до того, как я подключил опцию не трогать природу. Блин, еще... А у меня этого земного ландшафта уже... Кракен приплыл. Что, они там без присмотра нагородили земного ландшафта? Да, они уже нагородили вокруг города земного ландшафта. Перехват в воздухе. Блин, ну давайте попробуем постройку авто сделать тогда. Посмотрим действительно, куда он пойдет и что он там будет делать. Приплыл Кракен. Представляешь? Реально такой приплыл. Вот этот что делает? Земной ландшафт делает. Зашибись. Ну, конечно, что ему еще делать? Ну, это ладно, миазма делать, я ему и сказал. Земной ландшафт, конечно. Пошли вы со своим земным ландшафтом. Ты что делаешь? Пошел отсюда. Пошел. Короче, я их нафиг уволю, этих рабочих. Потому что они только и занимаются, что земной ландшафт делают. Кракена? Я думаю, что Кракена убить можно. У него должно быть чертова здоровья. Если у него есть чертова здоровья, то его можно убить. Так, науку кради. Шпион. Так. Да нет, я как только снимаю апгрейд, то как бы, ну, сбрасывается. Все, ничего. Да я просто убью рабов и все. Так. Ладно. Что-нибудь лучше построю. Ты, кстати, я где строю-то? Убить рабов. Убить рабов, да. Ты веришь, на тебя нет. Что делать? Она бы тут тебя покарала за все это безобразие. Я и насчет инопланетного ландшафта не знаю. Было бы, конечно, хорошо, если бы можно было. Так. Институт. Давайте институт. Действительно. Сорокопут. А тут есть сорокопут? А тут нет сорокопут. Давайте сделаем сорокопута. Интегратор КС. Не, лучше посидонечка. Я ж хотел великий флот сделать, поэтому будем фигачить. Так. Можно ли ландшафт, да? Построить магнитную дорогу. Построить генератор. Создать земной ландшафт. Не, нельзя. А вот по поводу земного ландшафта. Это у нас в терраформировании. Можно ли? Ну вот оно как бы есть. Слушайте, а может я даже и сам изучал ради чего-нибудь. Так не знаю, чего. Ну есть сорокопут перебазируем. Ничего страшного. Не во всех городах же они еще есть. Блин. Контроль климата. Вообще офигеть. Терраформирование нельзя. А, короче, если... Блин, к терраформированию по-любому... Точнее, к антигравиевому карьеру по-любому идет терраформирование. То есть как бы его изучать надо. Ну ты можешь эти участки обратно переделать? Не могу я вот посмотрел, можно только другие улучшения на них поставить. А улучшения такого, как там типа ксено-ландшафт или что-нибудь в этом духе, в терраформировании по крайней мере нет. Может, конечно, оно где-то в совсем другом месте, но я сомневаюсь, честно говоря. Я сейчас смотрю. Печально. Не, ну как бы должно же быть что-то такое. Должно быть, но, видимо, как бы... Ну как бы очень хочется. Земной ландшафт, судя по всему, знаешь, он такой как бы, как это сказать. Настолько приставучий, что от него не избавиться. Поэтому я удаляю рабочего. Я удаляю рабочего. Скрепя сердцем, я удаляю этих рабочих. Блин, я случайно на авто поставил. Так, где ты? Дрянь такая автоматическая. Хватит. Ты удаляешься. Хочу проверить всех рабочих, потому что, блин, мне не нравятся они тут. А я смотрю, что, знаешь, как бы деньги начали такие вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз пошло. У меня тут только на содержание улучшений уже с ракет ушел. Просто как в трубу. Это вообще не круто. Вот, здесь раб что-то делает. Вырубает. Блин, да не вырубай лучше. Кто вырубит, потом начнет терраформировать. Не-не, пошел нафиг. Торговый конвой. Так. В тюлень пойдем. Торговый конвой. Улучшенный ксено-титан. Моя прелесть. 114 боевой мощи. Как с куста. Так. Ну и что? Встать на дежурство? Наверное. Эти ребята что? Встать на дежурство. Вот ты. Подойди поближе к форту Барса. Вся надежда на Вадима Козлова. Что сейчас на следующий ход он возьмет и расфигачит. Ой, а я того? Спасибо. Все, форт Барса, судя по всему, уничтожен. Так, 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 так. Билд, знаешь, как бы, к своему сообщению добавить слово совет, это, конечно, такой очень хитрый ход, я оценил. Но это все еще, к сожалению, выглядит не как совет. К твоему, конечно, к сожалению. Мне-то что сожалеть. Так. А я на разведку сейчас посейдонов отправлю, наверное, профицитных. Потому что у меня еще не все разведано. Да, я тоже думаю, что форт Барса нужно занять пехотой, поэтому как только вот сейчас... А, у меня пехота на дежурстве, поэтому я, да, возьму и займу. Ну да, что делать? Повоюем с фортом Барса. Повоюем. Все, заняли. И открыли нанотехнологию. Вы захватили станцию форт Барса. Отличненько. Теперь у вас есть... Спасибо. Превосходный ксено-осминог. Так. Антиорбитальный удар. Прикинь, он может сбивать орбитальных юнитов, ксено-осминог. Чего? О! Ксено-осминог может сбивать спутники. Как так? Ну вот так вот он как бы он... Ну, не ксено-осминог, но косминог. Он же косминог, как бы. То есть он летает в космосе, такой, похож на оверлорда из Старкрафта, кстати. А еще его можно режим запуска орбитального юнита перевести. Угу. Угу. Все, он зашвыривает туда. Да, да, да. Прикольно. Так. Так, для термогенератора место есть. Короче, что это? Билд. Последнее предупреждение, пожалуй. Пожалуй, я назову это последним предупреждением. Хотя могло бы его-нибудь. Так. А он еще как-то атаковать, наверное. Давайте запустим его как-нибудь. Прикинь. Он запускается, короче, как спутник. А что, куда его можно запустить? Все, он прям зашвыривает сейчас немного на орбиту. Ну, вроде как да, но почему-то я не могу запустить, как ни странно. То есть я вот у меня... Где бы я ни выбирал, у меня везде все красненькое. Ему какие-то особые условия нужны? Ну, что-то... Не знаю. Для запуска. Может быть, он чисто только подпрыгнуть вверх такой, знаешь, может. Поэтому давайте я его попробую отвести в сторону. И там запустить. Вот. А там видно будет. Торговый конвой. Нет, стопы, торговый конвой. Сначала основать поселение новое. Так. Ну, вообще надо здесь основывать. Вот прям здесь надо основывать новое поселение. Там, где был форт Барса. Вот. А вот теперь торговый конвой в этот... Хуэйхуань. Да. Прямо в этот Хуэйхуань. Хуэйхуан. Хуэйхуан. А что, в принципе, нормально произносится. Так. Выбрать пружект. В столице построим... Массовый ферментатор. Плюс один производство. Почему бы нет? Наноферма. При расширении города пища сохраняется. Ну, в общем, тоже неплохо. Но можно построить Посейдона. Я лучше построю Посейдон. Блин, забыл шпиону дать задание. Главное, такое, что запомнил. Надо шпиону дать задание. Вы начали военную операцию против станции, с которой нас связывают партнерские отношения. Мы просим вас остановиться. Говорит мне француженка. И тут такой, я буду атаковать любую станцию, если сочту это. Мне нравится. Знаешь, тут всегда такой есть вариант. Я буду делать, блин, что хочу, и ты мне не будешь говорить, что мне делать. И женщина. Забавно. Да. Да, кстати. Точно. Жаль, что там этого пункта не было добавлено. Я буду говорить то, что хочу женщину. А теперь ковида меня осудила за это. Меня осудила как бы пока. Официально, по крайней мере. Ой, француженка там, знаете ли, как бы и так. В очень, в очень плачевном положении находится. Не мне ее обижать. Она и так уже обиженная. Богом. Там ее обижают. Я обижаю, да, всякие злые русские ее обижают. Мы обступили. Пипец, ты представляешь? Русский вообще тут уже. Я фигею с него. У него овер дофига городов. Мне кажется, у него должна какая-то уже, знаешь, болезнь роста начаться. Когда он уже начнет там дохнуть из-за того, что у него плохое здоровье там и все. Все подряд плохое там. Ну как-то должно же ему это боком выйти тоже. Я не понимаю просто. Какого фига ему это боком не выходит? Проект. Вон, Посейдона строим. Нам надо много Посейдонов. Обучающие центры. За каждое улучшение академии. Вот у меня сейчас сколько науки? 354. Давайте фигахнем. А, это я уже взял. Прошу прощения. Так, город Радуга, да, я тоже обратил внимание. Так, технические... Вы получаете плюс к науке. Сначала давайте плюс к науке от культуры. Вот. Что-то какой-то такой символический получил. А потом плюс к культуре получим. И за счет этого получим еще больший бонус. Так, и в Хуэй Хуан. В Хуэй Хуан поплыли. Ну, как бы я понимаю, что там оно дает минусы только такие. По большому счету символические. Если не помогать ему, да, при этом. Как-то страдать. Но, тем не менее, уже хотелось бы, чтобы он как-то получил людей, что ли, я не знаю. За свои все эти деяния темные. О, еще один мой посейдон плывет. Что мы тут вообще нормально займем? Пришла пора рассказать всему миру о ваших грехах. Причина тайной операции. Однажды вы заплатите за это. Я могу, знаешь, такой угрожать Элоди. Такой, Элоди, однажды ты за это заплатишь. Ладно, я скажу очень хорошо. Сам Люлейда? Да я что-то боюсь этого русского, блин. У него акцент такой страшный еще к тому же. Сразу чувствуется опасный парень. Посейдон на разведку. Рабочий. Прощай, наверное, рабочий. А, нет, вот тут на этой штуке надо шахту сделать. Обязательно. Выбрать пружект. Наноферма. Ну да, наноферма. Так. А я что, умею, что ли? Воевать компания умеет, представляешь? Нанотермита можно построить. Как тебе такой номер? Построим нанотермита. Забавно. Ой, я бы построил больше жуков смерти. Но нельзя, нельзя. Потому что ксеномассы нет. Вся в дело пошла. Используется 20 ксеномассы. Это дофига, конечно. А новую добыть где? Пока что-то как-то не видать. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Вон у африканца. И то как бы по виду одна всего. Кстати, а давайте действительно осмотримся. Вот на острове есть ксеномасса, которую я добуду. Обязательно. А нет, стоп. Это не ксеномасса. Это водоросли. Вот эту ксеномассу, блин, надо брать. Прям четко надо брать вот эту ксеномассу. Пофигу вот на это место. Надо брать нижнее, потому что тут ксеномасса. Все. Ксеномасса мне очень пригодится. У меня как бы кроме нее особо ничего не нужно. Ну, нужно, конечно, но она основной ресурс для меня, насколько я понимаю. Так, еще один посейдон пришел. Давай в разведку тебя. Здесь пролив мы перекрыли. Кстати, а что мне дает тот факт, что я перекрыл тот пролив? Может мне еще внизу пролив перекрыть? А внизу нет пролива. Прикинь, как круто. Реально. Перекрывая вот этот верхний пролив, я перекрываю полностью возможность для судоходства. Ну, правда, как бы тут карта круглая, то есть им просто придется очень далеко как бы обходить. Но, блин, ну это клево. Это очень классно, когда можно такую подлянку состроить. Вообще, люблю мелкие подлянки вот такие вот в играх строить. Всем этим. Всем этим. Так, а у нас тем временем-то постепенно, кстати, стрим уже, это... Близится к завершению. Близится, да? Скоро этот стрим триумфально завершится. Так, режим. Точно, он может только над собой прыгнуть. Косминог. И оттуда, видимо, стрелять как артиллерия. Так. Так, 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 так. Что это значит для меня? Я могу его поставить, поменять местами. Нет, я даже не буду менять местами. Я поставлю, короче, косминога вот тут, на границе с африканцами, и подпрыгнуем, и посмотрю, и посмотрю. За деньги торгануться на нас? Ну ладно, в принципе, ладно, давай уже попробуем. Сейчас только в успехе. Закажу, красть энергию. И да, так. В Тяньгуне, кстати, мы снизили уже сильно-сильно. Надо переводить уже шпиона. В Тяньгуне больше нет интриг. Назначаем в другой город. Ну ладно, давайте займемся действительно дипломатией. Это же дипломатия. С Вадимом Козловым у меня вражда. И Вадим Козлов, кстати, пошел по пути неправедника. То есть, как он тут называется? Да, неправедности, а по пути превосходства. Доминировать хочет. Хочет, да, превосходить. А они в принципе... А вот ковида Такур использует какую-то такую странную тактику. Она вроде как и в гармонию, и в превосходство по чуть-чуть. А вот Элади ушла в гармонию, поэтому вонять ее бесполезно. Она уже не получает от этого. Так, Вадим. Неудовольствие. Вадим. Вадим, тебе точно. Не нужна ксеномасса, поэтому давай-ка сделка. Ты приносишь болж, болу правд. Так, а как ресурсы? А, у вас стратегические ресурсы. О, у него 15 ксеномассы. Что вы хотите? Он хочет нефть. Пошел нафиг. Не дам тебе нефть. И границы не открою. Так, а вот единицы энергии за ход я, в принципе, согласен. Так. Не, ну если победит, то победит. Молодец. Так. Давай я попробую ему дать 400 энергии. Энергии. А, нет. Не хочет. А если штукарик? Ну-ка. Согласен. Не, как будет я. Найс. Плюс ксеномассы получим. Замечательно. А я что-то мало ксеномассы, наверное, заказал. Ё-моё. Нужно было выбрать количество. И сделка. Так, стратегические ресурсы. Ксеномасса. Я хочу еще пять ксеномассы и еще за бабки. За штуку. Согласиться, интересно? Нет, еще за штуку. Не согласен. Безлень глаз. Ты дрень такая, а? Ты представляешь, не хочет. Ладно, хватит пятерочки пока. У кого-нибудь, с кем-нибудь другим заторгую. Вот, кстати, с африканцами. А у них мало должно быть ксеномассы. Ковите самой нужна, наверное, ксеномасса. Мы все равно попытаемся. А у меня всего троечки ксеномасс. Блин, надо со злым русским торговать на ксеномассу. Никуда не денешься. Стучиться, ни с чей. Давай мне твою пятерку ксеномассы. За 1200. Так. 1200. Бешеных. А коровы начнут летать. Коровы начнут летать. Скорее коровы начнут летать, чем я на это соглашусь. Ну все, ксеномассу нарастили. Так. За услуги? Да пофиг. Уже пофиг. У меня, в принципе, денег-то достаточно. А что мне так снизилось? А, у меня, судя по всему, попадали гелиоприемники. Я так понимаю. Да, начали сыпаться гелиоприемники. Где-то у меня тут висел один гелиоприемник. Сейчас посмотрим. Да, у меня начали сыпаться гелиоприемники. Ну давайте начнем их. Давайте начнем новые запускать. Будем запускать новые гелиоприемники. Сейчас вот я в Хуанло еще куплю гелиоприемник. Такой раз. Так, стоп. Лучше смотреть там, где они уже упали. Вот в Гонзорике, например. Похоже, упал. А если не упал, то сейчас упадет уже. Так, гелиоприемник. Нет, Гонзорик как раз не упал. Но это не важно. Вот. Гунженя. Гелиоприемник. Так. И где еще? В Ниентине. Ой, в Ниентине так неудачно. Они запустили спутник неподалеку от Ниентина. Придется сдвинуть. Ладно, ничего страшного. На роботы постепенно. Вадим Козлов завершает создание улья. Ай, черт. Ух ты. А, нет, показалось-то всего лишь. Чего, лодством, что ли, занялось? Ну, конечно, пасечник. Пасечник Вадим Козлов. Нормально. Очень хорошо звучит. Ну. Красивое, что ли. Все, гелиоприемник. Запускаем. Ой, они уже везде попадали у меня. Судя по всему. Запустился. Вроде запустился. Проект в Ниентине. Так. Ой, мне кажется, что проблема в том, что я посейдонов много нафигачил. Отчасти. Отчасти, мне кажется, проблема в этом. Так, биотопливный завод. Необходимо обрабатываем молочный источник водорослей. Вроде биомассу не жрет, поэтому. Чего бы не построить. Я так считаю. Сорока путик. Патрулируй. Гелиоприемник. Взлетай. Так. И ты у меня вот здесь будешь. Вот прямо здесь будешь. У меня получается, высокие показатели дохода обеспечиваются фактически только лишь высоким количеством гелиоприемников на орбите. Это, конечно, не очень прикольно. Но с этим придется мириться. Так. Куда еще можно отправить? Тюнтхань, Гунжун. Куда-нибудь, где нужнее. Отправить торговый караван. В Гонзориге очередной гелиоприемник. Который мы запустим над Ньентином, наверное. Это что за место такое вообще? Ксено-скважина, офигеть, как она производит-то, а? Реально? Это очень круто. Ксено-скважина это очень круто. Так. Как-то так, наверное-то, да? Над Ньентином. Причем мед будет только у него. Биотехнический завод. Нет. Наноферма. Да. И очередной посейдон. Так. Ну в разведку идти посейдон. Что с тобой делать еще? Когда все разведуем, вот тогда я соберу флот посейдонов и разобью Африку нафиг. Я думаю так. А потом, может быть, разобью кого-нибудь еще нафиг. Ну, потому что надо кого-нибудь уже нафиг разбить. Так, над чем тут у меня? Вот. Над Ханем. Так, вот, наверное, закинем. Отлично. Да, не, надо как бы следить за этим моментом. Конечно, очень четко за производством спутников. Еще ускорим. Торговый караван. Где ты нужен? Здесь, вне Антине, ты нужен. Так. И поселенец достиг той точки, в которой я, в общем, и собирался его построить. Оставить. Оставить. Можно, конечно, сдвинуть еще на единичку, я думаю. Я думаю, даже да. А стоит сдвинуть еще на единичку, чтобы быстрее геотермальный источник захватить. В радиусе трех. Ах ты ж! Вот этот город слишком близко, чтобы основать город здесь. Офигеть. Ну, я думаю, что геотермальный мы все равно потом прихватим. Просто постепенно. Так, здесь можно чуть-чуть установить? Узнаем на следующий ход. Вообще, я хочу, знаешь, сейчас куда залезть, Марина? Куда же? Я хочу залезть в журнал заданий и посмотреть, что нужно для трансцендентности. Задания и Победы. О-о-о! Нападение на их станцию? Че? Я не понял. Ковид Атакур за нападение на их станцию? Когда я успел? Я же не нападал на их станцию уже, правильно понимаю? Ты же тоже такого не помнишь? Я не помню такого. Вот и я не помню. Ладно, окей. Может быть, я случайно там во сне? Может, что-то. Я не знаю. Ладно, неважно. Господство, земля обетова. Путь к победе. Так, подождите, а я трансцендентность так-то хотел. Че нужно сделать? Исследование нано-роботы. Нано-роботы. Отлично. А, это они все по поводу Форта Барса? Господи, могли бы забыть уже. Ну, что-то злопамятные такие. А еще мне кажется, что, знаешь, мне можно вонючие спутники позапускать. Еще. Еще. Именно вот над своей территорией. Чтобы, знаешь, позапускать вонючие спутники над своей территорией. Так, ну этот гелеприемник свободный. Мы его сюда закинем. И шпион высвободился в Саире. И будет взлом спутников можно сделать. Клево. Вывести спутники с орбиты в радиусе пяти клеток от города. Ну, наконец-то, хоть что-то, блин. Мне бы как-то здесь поднять еще интригу. Наверное, надо вот этим вот заданием и заниматься в таком случае. Что иначе, видимо, никак интрига не поднимется. Сама собой интрига не поднимается. Так, масс-ферментатор. Нано-ферма. Давайте нано-ферма. Ты что тут можешь делать? Генератор может построить. Стоп, я же хотел здесь что-то построить. Е-мое. Вот что тут можно построить? Антигравиевый карьер. Вот, антигравиевый карьер тут я и построю. Да, да. И Посейдон в разведку, да. А Кракен, кстати, такой? Ой, тут два Кракена. Ты прикинь. А я что-то не понял. Что тут прикормлено? Тут три Кракена. Ты это видишь? Да, я вижу. Тут три чертовых Кракена. В чем прикол? Они сейчас нападут на его Посейдоны. Ну ладно. Там разберем. Может им не понравилось, что я терраформировал? Мне просто надо предположение какое-то сделать. Ну, возможно. Ну, вообще, я сомневаюсь, конечно. Заповедник Кракенов. Ага. Охраняй. Они, по-моему, сами себя неплохо охраняют. Миазмы привлекли. Тоже хороший вариант. Согласен. Так. Я хотел уже сделать рассеиватель испарений. Да, я вспомнил. Ее ждет приказа. Поселенец. Ну, здесь, значит, и основимся. За вам постом. Что делать? Здесь, значит, и основимся. Город Синжон. Ну, этот, по крайней мере, читабель. Слушай, а французы-то в полном заду. Вот эта новая колония, основанная, она считается столицей. Это означает, что кроме этого у них ничего нет вообще. То есть их Вадим неплохо так потратегает. Их Вадим не просто неплохо, а их Вадим фактически уничтожил. Можно констатировать, что Вадим их реально уничтожил. Вообще пипец. А, миграция Кракенов. Тоже вариант. Вы убили одного из моих тайных агентов. А их очень дорого обучать. И Вадим такой грустный. Вы убили. Это так дорого. Я закрою глаза на эту оплошность. Пока что. Будем вести такую нашу политическую игру с ним. Притворяться. Так, мы. Посейдон нашел какой-то остров. Ой, какие они слабенькие против Посейдонов, оказывается. Слушай, Посейдон реально крутые. То есть, вот прям очень крутые. А, ну что у нас с тем временем? Рассеиватель испарений. Да. Да-да-да-да-да-да, детка. Рассеи мне тут испарения. Рядом с африканцами, я думаю, надо их рассеять. Хотя, подождите, я же тут уже понарассеивал испарений, по-моему. Стоп, тут должны быть испарения. Какого фига тут нет испарений? Я же заказывал. Ладно, попробуем еще раз рассеять испарения. Сюда. Неужели африканцы их как-то рассосали? А, черт, спутник запустил. Ой, идиотина, а. Ладно, проехали. Я не буду объяснять, почему идиотина. Все и так знают. Так, строим Посейдона. Торговый конвой пойдет... А, в новый город. Так проще его называть. Посейдон все еще на разведку. Торговый конвой. Можно, кстати, торгануть с лагером Каскад даже. Давайте торганем с лагером Каскад. Давненько этого не делал. Так. И... В новый город. Надо его развивать сейчас резко. Сейчас будут проблемы со здоровьем у меня, потому что у меня три новых города основано, из которых один уже поднялся. Нет, мне нужны... Стоп. Секундочку. Может быть, я действительно ошибку сейчас совершу? Рассеиватель сп... Так, что вы меня путаете? Сейчас почитаю. Я могу действительно спутать. Убирает миазму. Да. Ступил. Согласен. Как его снять с орбиты? Я рассеял все чертовы испарения. Как тебя снять с орбиты? Как тебя сбить с орбиты? Подождите, а я же могу, интересно, свой спутник сбить с орбиты? Ладно, рано или поздно он упадет. Затупил, да. Да. А я сейчас смотрю, радиус у него такой большой-большой. Ну что ж, теперь-то так. Наноферма. Интересно, я могу сбить. В радиусе действия юнита это одна клетка. Не обнаружено враждебных орбитальных. Окей. Черт, я не могу здесь... Ну ладно, значит, этому парню тоже спать. Сам себе, короче, прикинь, геморрой устроил. Ну, как обычно. Точнее, как водится. Торговый конвой в новый городок. Ведем. Сейчас вот я этот ход завершу, ребята, и, собственно, на этом стрим естественным образом завершится. Потому что время уже. Теплица прототипов. Здесь построим... Здесь сорокопутка. По-моему, нет сорокопутки. Построим сорокопутку. Выбрать проект. О, в новом городке наконец-то можно... Ого, вот это список. Наконец-то можно что-то построить. И это будет, конечно же, для начала... Нет, не биотехнический завод. Это будет торговый склад. Да, торговый склад. Но, собственно, я не буду сейчас нажимать закончить ход, потому что стрим завершается. Стрим завершается, друзья мои. Огромное всем спасибо, кто присутствовал. Особенно Марине, конечно же. Да, конечно. Обязательно. Спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто смотрит в записи. Следите за новыми анонсами. И увидите новые, собственно, стримы по Civilization Beyond Earth. Возможно, ее станет больше. Возможно, ее станет больше. Так что все. Всем до свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова